В Армавире увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Об этом Юлия Чернышева. Три золотые и две бронзовые медали завоевали наши дзюдоисты на выездных соревнованиях. Родная улица моя. В городе готовится к изданию новая книга, посвященная 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Анна Мельченко подробнее об этом. Жажда скорости все чаще заставляет армавирцев нарушать правила дорожного движения, причем как в городе, так и за его пределами. По вине лихачей на прошлой неделе произошло 36 ДТП. 8 человек пострадали, 73 автомобиля повреждены. Статистика пополняется пешеходами, сбитыми прямо на зебре. Так, на проезжей части в военном городке под колеса иномарки попала пенсионерка. 81-летняя женщина осталась жива. Она госпитализирована с травмой головы и переломами ребер. В этот же вечер, 26 августа, на выезде из города массовую аварию спровоцировал лихачный Мерседеси. Четыре машины по инерции, как шары, разлетались от удара на ФАД «Кавказ». 57-летний водитель, виновник ДТП, рассказал, что устал ехать за КАМАЗом, поэтому решил его обогнать. Четверо травмированных доставлены в армавирскую городскую больницу, а вот любитель скорости не пострадал. Уважаемые водители, сотрудники госавтоинспекции напоминают вам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о недопущении управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, также о снижении скоростного режима при приближении к зону пешеходного перехода, а также к местам детского досуга. Напоминаем вам, что заканчиваются летние каникулы, у детей начинается подготовка к 1 сентября, большое количество детей могут появиться на дороге. По официальным данным, с начала 2017-го аварийность на дорогах Армавира и его окрестностях выросла на 29%, а уровень смертности в ДТП сократился почти в два раза. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. На столе аккуратно разложены рефераты, над работой которых пришлось трудиться немало времени. Именно они и войдут в основу новой книги. Книги, которая будет называться «Родная улица моя». Все эти материалы подготовили вовсе не писатели и драматурги, а обыкновенные жители Армавира, среди которых есть и взрослые люди, а также совсем юные следопыты. Все они приняли участие в конкурсе исследовательских работ, посвященному 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Поскольку мы призывали детей, школьников, студентов и не только детей, до 35 лет молодых людей поработать в архивах, поработать в музеях, поработать в библиотеках города, чтобы неизвестные страницы истории нашего города были воплощены в историю. Весь этот конкурс, естественно, мы посвятили 75-летию. Конечно, сложная работа предстояла ребятам, но тем приятнее было ожидать, мы думали, ну, будет два десятка, три десятка работ. Было получено 202 работы. Кстати, 47 работ из всего этого изобилия материалов полностью отвечали тому положению, которое разработал Армавирский городской совет ветеранов. И всего 10 рефератов стали победителями. Они-то и войдут в новую книгу. Инициатива проведения конкурса понравилась Краевому совету. И было предложено провести такого рода мероприятие во всех муниципалитетах Кубани. Что особенно привлекает в работах ребят, это то, что многие из них снабжены видеоматериалами. Практически во всех работах, представленных на конкурс, есть фотографии. Армавир в 42-м году в августе месяце, когда сюда 6-7 августа ворвались немцы, разрушены. Действительно, практически ни одного целого здания не было. Армавир в день его освобождения, 23 января 43-го года, Армавир восстанавливаемый. Все, кто принимал участие в организации данного конкурса, а это отдел образования и молодежь города, изучая материалы, собранные по крупицам, отмечали, что открыли для себя много нового и интересного о родном городе. Книга планируется выйти в октябре. Торжественная презентация ее состоится 9-го числа, в день освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. Будет торжественное мероприятие проводиться на военной горке в Темирюкском районе. И вот там мы хотим подарить нашим председателям районов, городов, ветеранских организаций эту книгу. Мы сейчас практически она уже сверстана, но пока еще имеется только макет этой книги. Макет, что будет на титульном листе, какие фотографии сюда войдут, какие фотографии из работ ребят будут включены в эту книгу. Книга обещает быть весьма интересной и необычной не только для взрослого читателя, но и для самых юных горожан. Одним словом, для всех тех, кто любит Армавир и дорожит его именем. Анна Мельченко, Александр Ширелеев, служба новостей Армавира. Скульптура «Единство духа» не появится в Армавире ко дню города, как планировалось ранее. Об этом рассказали инвесторы проекта. Около месяца займет только транспортировка камня в Армении. Тамошнему скульптору доверено создание изваяния. Оно будет представлять из себя стоящих в месте двух женщин-хранительниц очага. У них в руках Библия, над головами возвышается крест. Скульптура «Единство духа» будет около 10 метров в высоту. 4-метровый постамент из гранита, добытого на Украине. 6-метровая статуя из российского гранита. Скульптура будет встречать гостей Армавира, въезжающих в город по улице Ефремова. Три золота и две бронзы завоевали наши спортсмены на соревнованиях, проходивших 24 августа в ауле Урупске Юспенского района. Турнир, в котором приняли участие 72 дзюдоисты из городов Южного федерального округа, состоялся в новом спорткомплексе. Первое место у Харуна Тлишева, Аюма Блиева и Рома Григоряна. Третье почетное разделили Рамазан Агурлов и Умаржон Хадибоев.